К нам подключается эксперт регионального центра прав человека Екатерина Рашевская. Екатерина, здравствуйте. Итак, по словам Путина, с мая 2022 года по мае 2023 из российского бюджета было выделено 86 миллиардов рублей на содержание членов ЧВК и стимулирующие выплаты на еще 110 миллиардов рублей. В воскресенье пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что ЧВК Вагнер в общей сложности получила по госконтрактам более 858 миллиардов рублей. То есть это почти триллион, да? Как вы думаете, кто из них двоих соврал либо ошибся? Кто бы с них что ни сказал, это не имеет значения, потому что сумма на самом деле не так важна. Важен факт того, что государство признает, что деяния ЧВК являются с их деяниями. Это очень важно, потому что в контексте ответственности это значит, что за действия ЧВК Вагнер будет отвечать Путин лично. К примеру, в Международном уголовном суде. Про какие деньги он будет это делать, это уже другой вопрос. Потому что нужно понимать, что самого Вагнера у них также есть деньги. Они находятся на счетах в иностранных государствах. И за эти деньги также можно, к примеру, выплачивать компенсацию жертвам преступлений самого Вагнера. Поэтому кто бы какую сумму ни называл, это уже не так важно. Понимаете, у них был вариант сказать, что, к примеру, они к Вагнеру не имеют никакого значения. Смотрите, вот у нас какой-то бунт еще. Они совершенно вышли под контролем, мы ничего не имеем общего. Но, к сожалению или к счастью, к счастью для Украины, для них к сожалению, они назвали эту сумму. И когда мы сведем 2 плюс 2, мы увидим, что это же не только о деньгах. Это также об использовании, к примеру, данных российской разведки. Это также об охране территории Вагнера, российской гвардии, как сейчас, так и в прошлом. Это и об использовании военной инфраструктуры Российской Федерации. Нигде в мире нет никакой ЧК, которая бы имела такое вооружение, как Вагнер. Так что это признание, конечно, точка для того, чтобы уверенно говорить, что нет никакой частной компании. Есть и государственная компания, которая является к тому же террористической. И это, кстати, если вы помните, я уверена, что да, и зрители тоже. Сейчас в Международном суде ООН есть дело о финансировании терроризма. Там Российская Федерация является государственным ответчиком. К сожалению, там нет ничего о Вагнеровсах. Но было бы очень неплохо попробовать либо же добавить, либо же в будущем подать еще один иск, который будет касаться только Вагнера. Потому что от его действий пострадала не только Украина, но также и другие государства по всему миру. И к тому же в Африке. Поэтому мы знаем, как Африка неоднозначно относится сейчас к Российской Федерации. Как вы думаете, Путин что, не понимал последствий своих слов? Во-первых, в России ЧВК Вагнер тоже запрещено. И это такая интересная история. С одной стороны, по закону никакого наемничества в России быть не может. А тут вдруг президент России говорит о том, что да, мы весь год финансировали террористическую наемническую организацию. Вот ЧВК Вагнер, то, что в России это запрещено, то, что международными инстанциями ЧВК Вагнер признана террористическая организация. И тут Путин заявляет о финансировании. Он как юрист по образованию не понимал, чем это может для него обернуться? Да, на самом деле он же юрист, и он юрист-международник. Но он защищал диссертацию по экономическому праву, поэтому, возможно, он даже и не понимает. Но я исключаю такой вариант. Все он понимает. И в 2012 году он был тем человеком, которым говорил, что вот частные компании, они помогут защищать интересы Российской Федерации, подренившие национальные интересы. Он всячески хотел, чтобы эти компании существовали. И мы знаем, что в Российской Федерации есть не только Вагнер, есть еще как минимум три частных компании, но я думаю, что их число гораздо больше. И мы должны понимать, что не только наемничество в Российской Федерации запрещено, но также и эта ЧВК как такая, потому что создание вооруженной группы, это запрещено Конституцией Российской Федерации. И вопросы безопасности, а не только вопросы государства Российской Федерации. Поэтому, почему он так сказал, понимал ли он, что таким образом фактически сам по себе роет, это иной вопрос. Честно, очень трудно ответить, потому что с юридической точки зрения им бы было более выгодно сейчас сказать, что нет, вагнеровцы это не наше дело, это какая-то отдельная частная компания. Сейчас, к сожалению, в международном праве нет какой-либо конвенции, которая имела дело с ответственностью частных военных компаний, поэтому им бы было так лучше. Но они говорят, нет, это фактически юнит наших вооруженных сил, хорошо, поэтому несите ответственность. Пускай Путин, как главный военный командователь, несет ответственность в международном уголовном суде за деяние этой компании. Да, логика этого его признания не вполне понятна, выглядит все как слабоумие и отвага, но не кажется ли вам, что Путин, у которого уже ордер на арест от международного уголовного суда, таким образом просто еще больше изолируется от мира, хотя куда уже больше, казалось бы, и в очередной раз дает понять, что в этой самоизоляции, по его мнению, все способы хороши. Это еще один вопрос об ордере на арест, потому что в этом ордере нет ничего о деяниях Вагнера, к примеру, либо же о преступлениях военных, связанных с грабежом, связанных с насилованиями, с убийствами, то есть с той всей деятельностью, которую проводила ВАЧК Вагнер. Там есть только об депортациях детей, о насильственном перемещении детей, фактически о геноциде против украинской нации, последствиям насильственной передачи украинских детей в российскую национальную группу. Это вопрос к Международному уголовному суду, когда мы уже будем расширять стол ордера на арест Путина, когда мы добавим туда еще преступлений, и когда мы в конце концов вводим вопрос об ответственности самого Прикошина, потому что за римским уставом он также может отвечать лично, как глава этого Вагнера, как лицо, которое имело все полномочия для того, чтобы предотвратить совершение преступлений и для того, чтобы за них ответить. То, что он как-то там за те деньги, которые получил за свою противоправную деятельность, сейчас будет отдавать компенсации тем людям, которые продали от его действий на территории самой Российской Федерации, то есть семьям тех летчиков, это не ответственность, это просто какая-то акция для того, чтобы забрать деньги Путина, которые он заморозил. Это не об ответственности. Об ответственности будет тогда, когда сейчас поднимается речь о том, чтобы те активы, которые заморозили за границей, активы в том числе и тревожно, передать на компенсацию жертвам его агрессии на территории Украины. И насколько мне известно, за границей очень крупные юридические компании начали войну именно за то, чтобы снять такие деньги. Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной-спонсором терроризма. Как думаете, это за после слов Путина о финансировании Вагнера? И кто еще последует примеру? Смотрите, дело в том, что это сейчас такая кампания для того, чтобы признавать Россию страну-террористом, потому что нет никаких фактически юридических последствий такого признания. В России Российской Федерации признан режим внутри Российской Федерации, признан террористическим советом Европы еще с осени прошлого года. К чему это привело? Этот режим запретили, либо же запретили с ним общаться, либо же какие-то санкции накладывают на лист, которые продолжают руку Путину жать. Нет, этого ничего нет. И в этих резолюциях нет ничего о Вагнере, нет ничего о ПЧК. И что самое обидное, там этого нет, потому что это исключили с текста. К примеру, когда этот заплатчик готовил отчет для того, чтобы принять эту резолюцию на уровне Совета Европы, он предлагал включить со всех о Вагне и упоминаниях, потому что, как я уже поговорила, они совершают преступления не только в Украине. Но, к сожалению, этого нет в тексте. Почему? Мне кажется, это сознательное решение. Почему? Потому что частные военные компании есть не только в Российской Федерации, но и в других странах мира. И очень выгодно как-то себя отгородить от того, что они делают, и очень выгодно иметь в международном праве такую яму для того, чтобы эти компании могли сбежать от ответственности. Слушайте, так вот, даже если история с признанием России страной спонсором терроризма это, ну, скорее символический шаг, нежели практический, почему это не делают государства повсеместно? Или нет какого-то мерила для того, чтобы признать Россию страной спонсором терроризма? Или Россия недостаточно еще убила украинцев, уничтожила украинских городов и стерла с лица земли украинских сел? Давайте по порядку. Когда АБСЕ такую резолюцию приняла, она, к примеру, могла бы поставить вопрос об исключении Российской Федерации состава организации. Это было бы очень логичным продолжением данной резолюции. Но нет, мы не имеем такой инициативы. А почему? Потому что решение принимается консенсусом. И они говорят, так Беларусь же не будет. Это решение, она его будет петировать, поэтому этого решения не будет. Но мы можем исключить с организацией одновременно и Россию, и Беларусь. Что касается на уровне государства. Дело в том, что на уровне государства ситуация совершенно иная. И последствия такого решения будут иными. Законодательства для того, чтобы признать террористам тот или иной режим, существуют только в Соединенных Штатах Америки. И если режим признается террористическим, тогда в соответствии с законодательством Соединенные Штаты Америки фактически начинают борьбу с таким режимом. И мы знаем, что это за борьба. Мы помним Афганистан, помним Тегерную Корею и так далее. Поэтому они не идут на данный шаг. Это фактически развязание войны с Российской Федерацией. Это никому не нужно. Это также очень значительные финансовые последствия. Потому что все финансовые операции должны быть прекращены. Все торговли, любые экономические связи. На это никто не пойдет. Мы знаем, что сейчас в марте 2023 года Тимбитвы признала Российскую Федерацию и режим террористическим. И это одна из немногих инициатив, которые мы сейчас имеем на национальном уровне. Будут ли какие-то последствия? Я считаю, что это просто декларация. И это еще один способ продемонстрировать свое пренебрежение этим режимом. И решительное решение просто прекратить любые связи с таким режимом. Но не более того. То есть каких-то реальных, финансовых, политических, экономических результатов не будет. А как вы думаете, российская агентура оказывает влияние на принятие решения признавать Россию страной-спонсором терроризма либо не признавать? Или вот как вы говорите, тут исключительно, что называется, только бизнес и ничего личного? К сожалению, позиция только бизнес и ничего личного. Она была эти все 8 лет, знаете, пока Россия бомбила Донбасс. Потому что мы тогда, ну не мы, а другие страны, разъединяли вопросы политики и экономики. Сейчас после полномасштабного отражения как-то пытаются не разъединять. Но мы видим, что это только декларации. И на практике Российская Федерация уже давно научилась обходить западные санкции и делает это довольно успешно, продолжая изготовлять оружие, которое потом использует в этой войне против украинского населения. Что касается агентуры и ее роли, всем нам давно известно о роли российской коррупции, в том числе и котейских чиновников. Но на каком уровне сейчас находится это после полномасштабного отражения? Если в России агенты влияния, в том числе, к примеру, в Соединенных Штатах Америки, я не уверена. И мне кажется, что касается Соединенных Штатов Америки, это нежелание идти на такой уровень конфронтации с Российской Федерацией. Потому что, повторюсь, признание страны спонсором терроризма либо же режима террористическим, это очень серьезные последствия и фактические последствия связаны с борьбой с этой страной, запрещением такого режима, прекращением всех связей. То есть признание Соединенными Штатами России страной спонсором терроризма следует полностью исключить или все же нет? Я бы сказала, что на данном этапе конфликта следует полностью исключить. Что будет дальше? Если Российская Федерация полностью капитулирует на фронте, мы понимаем, что это, к сожалению, конфлистический вариант, то тогда Соединенные Штаты Америки припомнят все. Как такая первая ласточка, в январе 2023 года Минкин признал Вагнеровца транснациональной запрещенной организацией. Это не то же самое, что террористическая организация, не то же самое и по финансовым последствиям, и по последствиям, связанным с ответственностью. Но они как бы дали предупреждение, что если будет продолжаться, и если вы, ребята, не уйдете и проиграете, мы признаем Вагнеровцев террористами, а вас страной, которая финансирует террорист, потому что вы же сами себя признали теми лицами, которые финансируют Вагнера. То есть даже стараться, не нужно ничего доказывать, потому что база доказательств создается самими российскими высшими посудовыми людьми. Благодарим вас за этот разговор, Екатерина, с экспертом регионального центра прав человека Екатериной Ирошевской говорили о перспективах повсеместного признания России страной спонсором терроризма. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова